В собрании Выборгского музея-заповедника Добрый день! В собрании Выборгского музея-заповедника достаточно большая коллекция У нас более 100 тысяч в день сохранения Многие из них поступали в наш музей различными способами Дары, покупки, случайные находки Но есть вещи, которые продолжали жить, живут и будут продолжать жить дальше И даже есть у этих вещей возможность создать их своими собственными руками Часть таких предметов представлена у меня здесь на столе Это наша часть коллекции карельских петушков Даже можно сказать, что это выборгские петушки Петушки Карельского перешейка История у них достаточно интересная На Карельском перешейке есть поселок Красносельское Который существует с XVII века И проживало на нем русское население Которое занималось отхожим промыслом То есть не просто пахала на земле Работала на пастбищах Или барщину отрабатывала на помещичьих землях А занималась тем, что создавала глиняные игрушки Продавала их И полученный доход платила своим владельцам, своим помещикам Этот промысел существовал у них с XVIII века И даже когда отменили крепостное право Когда крестьяне стали свободными Продолжали заниматься своим промыслом И крестносельская игрушка существует до настоящего времени И производится она в Финляндии И у нас есть образцы, из чего она должна начинаться Процесс, как она окрашивается И что в итоге должно получиться Это типичный карельский петушок Но крестьяне, которые занимались этим промыслом Они делали разнообразные игрушки Чаще всего это были петушки Встречались курочки А также мышки Собачки Свинки Игрушки у нас в коллекции называются Бородулинские И связано это с тем, что у этих вещей один автор Это Александр Васильевич Бородулин Человек, который родился в 1920-х годах В Финляндии Тогда уже независимой Финляндии В 1939 году, к сожалению, вынужден был покинуть В результате Советско-Финляндской войны Свои родные земли Поселился в районе города Котки И, в общем-то, продолжал заниматься тем промыслом, который он делал Делал его дедушка, отец И, в общем-то, этим промыслом продолжал заниматься и его сын К сожалению, мы сейчас не знаем Продолжает ли семья Бородулина вот эту вот Работу со своими свистульками Но вот эти вещи у нас были получены в 1989 году И, в общем-то, у нас в 67 свистулек Которые сделаны по традициям Красносельских крестьян 18-19 веков Здравствуйте! Сегодня в гончарной мастерской Выборгского замка Я постараюсь изготовить реплику свистульки Вот такой Подобные свистульки изготавлялись не так далеко от Выборга В селе Красносельском Хранятся в фоне Государственного музея Выборгский замок Будем изготавлять реплику Подобные свистульки Для того, чтобы слепить эту свистульку Нам нужна глина И Начнем мы с шарик Как и многие вещи в лепке В гончарном деле Все делается с шарик Дело в том, что Любая свистулька внутри пустотелая Поэтому нам предстоит сделать сначала Вот это туловище Которое пустое внутри Сначала мы лепим шар Затем лепим небольшой овал И Начинаем вручную расплющивать Используем минимум инструментов Практически две небольшие палочки Одну для свистка Другую для того, чтобы Немножко выровнять туловище Нам нужна вот такая заготовка Все делается вручную Можно использовать и стол, конечно Но Мы с самыми древними способами будем работать Сейчас я использую глину такого цвета После обжига Она будет красная Скорее всего в красно-сельском использовали Зеленую глину Серую глину Которая у нас Собственно В нашем выборском районе Тоже в большом количестве Прибывает Находится И она после обжига Тоже имеет красный цвет Теперь нужно Вот эту заготовку Так закрыть полностью Для того, чтобы внутри осталась пустота Вот туловище готово Теперь нужно сделать еще Тут основание Но она отдельно прикреплялась Поэтому мы берем кусочек глины Посмотрим У нас основная заготовка готова Теперь нужно будет Немножко подождать Чтобы она подсохла еще Так как дальше Нужно будет работать с ней Поле твердой состоянии Наша заготовка Нажимаем немножко подсохло, осталось две важные детали, это гребешок и вот эта бородка, которая называется сережка. Для этого мы берем кусочек глины и привлекаем его в нужном листе. Осталась самая главная часть свистульки, это свисток. Он выглядит вот так, делается с помощью плоской палочки и вот такой вот иглы. Здесь плоский канал, который попадает на небольшое острие. И делаем парочку игровых отверстий для того, чтобы менять фональность. Осталось высушить и обжечь, и затем покрасить эту свистульку. Когда откроется наша мастерская, каждый желающий может прийти и попробовать своими руками это сделать на мастер-классе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok